Книга «Открытый моком». Тема «Рождение». Том 3. Вопрос 924. «Может ли человек сказать о себе, что он возрожден от Духа Божия?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Первое послание апостола Павла Коринфянам 2.11. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Послание апостола Павла Римлянам 8.15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва Отче». Послание Галатам 4.6. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, выпиющего, «Авва Отче». Послание Римлянам 8.16. «Сей самый Дух святительствует Духу нашему, что мы – дети Божии». Конец цитаты. «Однажды апостол Павел встретился с людьми, которые явно были верующими, приветливыми, добрыми, раскаившимися, которые жили, считая, что все у них в порядке, но он сразу же заметил в них что-то скрытое от них самих». Книга Деяния апостолов, 19, со 2 по 7 стих. «Сказал им, приняли ли вы Духа Святого?» «Сказал им, приняли ли вы Святаго Духа, уверовав?» «Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый?» «Он сказал им, во что же вы крестились?» «Они отвечали, во Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати». Первое послание Коринфянам, 2.12 «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Конец цитаты. «Может ли сам о себе человек сказать, что он родился от отца с матерью? Может ли человек сказать, что он проснулся, или если был мертв и воскрес, сказать, что воскрес?» Второе послание апостола Павла Коринфянам, 13.5 «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Конец цитаты. «Перед другим можно показаться, но сам себя не обманешь, поэтому исследуй себя, испытывай». Первое послание к Коринфянам, 2.15 «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Послание к Римлянам, 8.9 «Но вы не по плоти живете, а по духу, и если Дух Божий живет в вас...» Послание к Римлянам, 8.9 «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас...» Послание к римлянам 8.9 Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его.